Добрый вечер, 22.00, время новостей на АТР. Вы смотрите ЗАМАН, 22 февраля, 1456 день аннексии Крыма, в студии Скиндер Меметов. В Совбезе ООН не могут договориться по резолюции касательно Сирии. Об этом заявил российский постоянный представитель Василий Небензя. По его словам, в проекте резолюции, который официально подготовлен к голосованию, предлагается ввести режим прекращения огня по всей территории Сирии. Срок не менее 30 дней. На вопрос, какими гарантиями будет обеспечено соблюдение этого перемирия, ответа нет. По последним данным, число жертв среди гражданского населения в Восточной Гути уже составило более 300 человек. Не исключено, что голосование по сирийскому вопросу состоится сегодня. Я обращаюсь к вам, когда сегодня сотни ракет летят на Дамаск. Сейчас погибают люди, уже два ребёнка убито. Это не новость. Как вы знаете, Радбес ООН постоянно проводит совещания, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. В то время там проходят атаки, в которых погибают гражданские люди. Мы видим не дюжины, а сотни убийств за последние семь лет. На заседании ОБСЕ в Вене сегодня поднимался вопрос о правах человека в оккупированном Крыму. Об этом рассказал глава Меджилиса, народный депутат Рифат Чубаров. Украинская делегация насчитывала семь человек. В заседании участвовала и страна-агрессор Россия. Зимняя сессия важна тем, что основные вопросы, которые на ней обсуждают, позже выносят в резолюцию, отметил Чубаров. Сессия продлится два дня. Мы пытаемся, чтобы ОБСЕ не только не уходило от решения вопросов, связанных с оккупацией Крыма, а делаем все для того, чтобы дать этому процессу второе дыхание. Украинская сторона подготовила резолюцию, которая касается оккупированного Крыма. Состояние с правами человека, положение крымско-татарского народа присутствовали представители российской стороны, но они, как всегда, молчат и только тщательно записывают все то, что говорилось. Я крымский татарин, гражданин Украины. С таким плакатом ветеран национального движения «Сервер Карамета» вышел на одиночный пикет в центре Киева на Майдане незалежности. Он требовал встречи с президентом, чтобы рассказать о репрессиях в Крыму и напомнить Петру Порошенко об его обещании. Ветеран крымско-татарского национального движения 76-летний «Сервер Караметов» завернулся во флаг Украины. В руках держит плакат «Прошу встречи с президентом. Коренной народ Крыма требует автономию. Говорит, вышел на Майдан, чтобы напомнить президенту. Слово надо держать». «На этой площади, я здесь в 13-м году был на Майдане, и лично мне он говорил, что обязательно это будет Крым остановный. Но кроме этого, он уже 4 года вообще ничего абсолютно не делает. Не хотят, по-моему, делать. Вот за это я приехал из Крыма». Пикет привлек внимание прохожих. Люди спрашивали о Крыме и фотографировались с Сервером Караметовым. Высказывали свою поддержку крымским татарам и созданию национальной автономии. Это не первый одиночный пикет крымчанина. В прошлом году в Симферополе Сервер Караметов вышел под здание оккупационного Верховного суда. Там рассматривали дело уже освобожденного зампреда Меджлиса Ахтема Чайгоза. Тогда дедушка держал в руках плакат с обращением к российскому президенту. «Путин. Наши дети не террористы». Тогда его жестоко задержали российские силовики. Против мужчины, страдающего болезнью Паркинсона, составили два протокола. Он отсидел 10 дней в СИЗО за сопротивление сотрудникам полиции. «Тебе мало, да?» «Да ничего, никуда я не пойду». «Да никуда я не пойду». «Не пойду». «Не трогайте, не трогайте человека». «Не пойду». «Что вы, старикодёрка?» «Вольной человек?» «Что вы не уроните, больной?» «Товарищ, что вы?» «Вольной человек, не видишь, что вы?» «Да пусть семена, не присутствует». «Да пусть семена!» «Нас ничего забираете вы». «Вы совершаете преступление, ребята». «Позор!» «Вы будете отвечать на это перед законом». Сервер Караметов своим пикетом в очередной раз хотел напомнить президенту Украины, что затягивание решения вопроса о предоставлении крымским татарам национально-территориальной автономии в составе Украины недопустимо. Сегодня ветерану крымско-татарского национального движения увидеться с Петром Порошенком не удалось. Сервер Караметов пробудет в столице еще несколько дней. Все это время крымчанина с одиночным протестом можно будет встретить в центре Киева. Виктор Пономарев, Альдар Исматов, ЗАМАН, АТР. Апелляция в отношении участников одиночных пикетов на оккупированном полуострове под контрольный Крымлеверховный суд Крыма сегодня рассматривала жалобу Рустема Троша на решение суда первой инстанции о штрафе в 10 тысяч рублей. Заседание оккупанты перенесли на 26 февраля. В этот день должны допросить полицейских, которые приехали на место одиночного пикета 14 октября прошлого года. В этот день в разных городах Крыма прошли более сотни одиночных пикетов. Крымские татары требовали остановить травлю соотечественников. Окупанты квалифицировали одиночные пикеты как массовый митинг и оштрафовали более 80 участников на общую сумму более миллиона рублей. В ходе разбирательства возникли некоторые несоответствия фактических обстоятельств дела, потому что было отражено в материалах. Соответственно судья отложила рассмотрение до 26 числа на 15.00 и будут вызваны в суд еще свидетели. Помимо участкового, который составлял протокол об административном правонарушении, еще будут вызваны работники. Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела по факту смерти Виджея Кашка. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. По его словам, он намерен обжаловать это постановление. Нам предоставят эту возможность в соответствии с законами, естественно, мы ознакомимся с тем, что содержится в них. И уже тогда будем мотивированы обжалкивать это постановление возбуждения дела и настаивать на его возбуждении. Потому что и родные Виджея, и я убеждены, что это не какой-то несчастный случай, а абсолютно целенаправленно совершенное преступление. Виджея Кашка ушла из жизни в прошлом году, 23 ноября. В этот день силовики задержали Викира Дегерменджа, Сана Чепуха, Кезима Аметова и Руслана Трубача. Виджея Кашка была тогда с ними. Во время задержания ей стало плохо. По дороге в больницу ее сердце остановилось. Мы продолжаем цикл сюжета в хронике оккупации Крыма. Итак, 22 февраля. Украинский парламент устраняет Януковича от президентства. В Ялте собрался Евромайдан. В Севастополь встречает Бирку с цветами и криками «Слава!». В центре Симферополя зазывают вреды самообороны. А в Керчи тетушки напали на евромайдановцев. Чем запомнилось 22 февраля 2014-го для Крыма? Дальше без комментариев. Пример государственного переворота. Вчера я имел разговор с президентом России Путиным. Я никуда не собираюсь уезжать с тобой. Как вставать, камер! Вы обязаны защищать, а я не в этом человеке. Я в случае, я из-за вычисли. Живи, не выдели. Севастопольская рота милиции особого назначения Бирку задачу по охране общественного порядка в городе-герое Киеве выполнила полностью. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кто готов отстаивать интересы Крыма и крымчан, не допустить в Крыму радикальных настроений, подходите сюда, мы ждем сегодня все. Мужчины в возрасте до 50 лет, адекватные, трезвые. Наша огромная цель сегодня. Уезжайте! Уезжайте! Ну почему нам не сделают референдум и не спросят у каждого? Кто хочет, где остаться? Окупанты в Крыму продолжают разрушать ханский дворец. Строители незаконно заменили балки на крыше мечети Хан-Джами на территории Бахчисарайского заповедника. Эдем Дудаков, бывший глава Республиканского комитета Крыма по делам межнациональных отношений депортированных граждан, опубликовал видео, где видно, как выглядела крыша мечети в 2016-м после проведения реставрации. Тогда установили поддерживающую конструкцию под одну балку северного фасада. Крыша мечети Хан-Джами была крепкой. Сейчас же балки не соответствуют требованиям проведения реставрационных работ, считает Дудаков. Я думаю, что вот эта экспортная группа, она провела экспертизу формально, потому что они даже, может, даже не выезжали на объект. Мы потеряли балки аудентичные, которые были, в принципе, в хорошем состоянии. Мы получаем такой, знаете, ложный какой-то объект, который никогда в проезжении не существовал. Ни когда его ставили этот памятник, ни в период забвения и после аннексии, ни в начале 20-го века, ни даже в период депортации. Подконтрольная Кремлю власть Крыма под видом реставрации начала ремонт уникального памятника архитектуры 16-го века в конце прошлого года. Ремонт начался еще в конце 2017-го. Из-за этого памятник архитектуры может навсегда потерять шанс попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Симферополе, в районе Жигулино-Роща, начали сносить мечеть. Уже демонтируют окна за землю, на которой стоит мечеть. С 2005-го боролись активисты. Однако приватизировать участки так и не удалось. В 2015 году оккупационная власть передала землю в аренду фирме-застройщику. Она планирует построить жилищный комплекс «Владоград». Мы каждую пятницу проводили здесь коллективный намаз. Мусульманские праздники отмечали. Если появлялись какие-то вопросы, тоже здесь их обсуждали. Окна уже начали снимать. Нам сообщили, что следующий пятничный намаз мы уже не сможем здесь провести. Завтра в Киеве состоится турнир по национальной борьбе «Куреш», посвященный 100-летию гибели намана Чилибиджихана. Это первые за годы аннексии соревнования, организованные Крымской Федерацией национальной борьбы. Крымско-татарский национальный вид спорта существует уже более трех сотен лет. А в истории «Куреша» и подготовке спортсменов к соревнованиям в сюжете Виктора Пономарева. Эюб – многократный чемпион Крыма по «Курешу», готовится к соревнованиям. Ему помогает Февзима Мутов, чемпион Европы по греко-римской борьбе. Эюб живет в Старом Крыму, занимается борьбой «Куреш» более пяти лет. Говорит, это закаляет дух и тело. «Куреш» ты начинаешь бороться сразу в захвате, с расчетом 50 на 50 шансы соперника равны, уже в опасном положении. Из-за этого это красивая борьба тем, что она бросковитая, красивая, ну, зрелищная борьба получается. Несмотря на то, что Февзима Мутов занимается греко-римской борьбой много лет, «Куреш» для него – неотъемлемая часть жизни. Признается, даже в своем виде спорта использует приемы «Куреш». Моим коронным захватом является так называемый крест. Это захват, когда одна рука твоя снизу, другая сверху его руки. Смысл «Куреша» заключается тоже в этом же захвате, только ты держишь человека за пояс. «Куреш» в переводе с крымско-татарского – борьба. Это национальный вид спорта крымских татар. Спортсмены должны держать друг друга за пояс и таким образом пытаться бросить соперника на спину. По традиции победитель получает барана. Историк Гульнара Бекирова говорит, благодаря этой борьбе определяли сильнейшего и самого влиятельного. Для того, чтобы сохраниться, нация должна выдвигать на арену сильных, крепких мужчин, которые способны бороться. И, конечно же, подготовка воинов, подготовка людей, которые в состоянии были отстоять государство, честь женщины, честь нации. Вот это всегда было как бы во главе угла борьбы «Куреш». Первый турнир, организованный Крымской Федерацией борьбы «Куреш», состоялся четыре года назад в Крыму. Сегодня национальную борьбу развивают на материке, говорит президент Федерации Ленур Ислямов. Школы «Куреша» уже функционируют в Геническе и Херсоне. Я прошу всех украинцев, кто не безразличен, судьба крымских татар, судьба Крыма, прийти и поддержать наших борцов своими аплодисментами, своими овациями, чтобы люди действительно не на «Крымца Украина», как обычно любят очень много говорить наших политиков, а вот прийти и доказать своим присутствием, что все-таки Крым – это Украина, это крымская татарская земля, мы коренной народ, и поэтому мы сюда приезжаем и показываем, что мы все с Украиной вместе. Эти борцы этого заслуживают, чтобы все пришли и всем оказали поддержку. Турнир по национальной борьбе «Куреш», посвященный столетию гибели, «Намана Чилибиджихана» состоится в пятницу в спорткомплексе Киевского политехнического института. За звание сильнейшего будут бороться около сотни спортсменов в девяти весовых категориях. Елена Царенко, Виктор Пономарев, Асан Эминов, Никита Кондратенко, Ислямпенко, «Заман АТР». Это все новости на сегодня. Мы будем следить за происходящим в Украине и мире и расскажем обо всем завтра в 8 утра в первой же выпуске «Заман». Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова